МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При этом часть так называемых регулируемых маршрутов в августе станет нерегулируемыми, а стоимость проезда на них повысится. Тариф возрастет с 2 до 3 рублей. По словам чиновников, все маршруты не могут быть рентабельными. Всегда будут те, где расстояние большое, а пассажиропоток низкий. Особенно это касается северных районов. Самыми выгодными маршрутами для бизнесменов являются пригородные направления в южные районы, где расстояния небольшие, а пассажиропоток высокий. Как раз эти маршруты и станут в основном нерегулируемыми. Субсидировать их смысла нет. Следственный комитет завершил расследование очередного уголовного дела в отношении экс-главы Мостовика Олега Шишова. Экс-руководителя компании Мостовик будут судить по двум статьям. Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере. Уклонение от уплаты налогов, по версии следствия, происходило путем внесения в декларации заведомо ложных сведений о выполнении несколькими организациями-контрагентами строительно-монтажных работ в разных частях страны. Фактически, работы выполняли сотрудники самого Мостовика, либо сторонние организации, но не контрагенты. По оценкам следователей, Мостовик не выплатил около 500 миллионов рублей. Фактически, все строительно-монтажные работы, отраженные в указанных документах ОНПО «Мостовик», были выполнены самостоятельно работниками ОНПО «Мостовик», а также сотрудниками иных привлеченных обществом организаций. В результате указанных действий Шишова организация не уплатила в 2009-2011 годах налоги в сумме более 478 миллионов рублей. Второе дело по факту мошенничества связано со строительством окружной дороги на участке Федоровка-Александровка. По версии следователей, Шишов получил аванс в размере 526 миллионов рублей, но работы так и не проводились. Деньги же были направлены на погашение кредитов предприятия. Первоначально в ходе предварительного следствия Шишов вину в совершении преступления не признавал, однако по результатам расследования был ознакомлен с рядом судебных экспертиз, также и иными доказательствами, полученными по углу на делу. При предъявлении обвинения Шишов вину в совершении преступления признал в полном объеме, пояснив, что действовал в интересах ОНПО Мостовик, с доводами, изложенными в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, согласился в полном объеме. По результатам ознакомления с материалами уголовного дела Шром заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке в связи с полным признанием вины обвиняемого. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Омской области для утверждения обвинительного заключения. Добавим, Олег Шишов сейчас находится в Омском СИЗО. Владивостокским судом ему назначено три года тюрьмы за пособничество в совершении растраты около 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума. Судебное разбирательство длилось всего четыре дня, так как строитель признался в совершении растраты. Еще одно дело в отношении Шишова. По факту задержки зарплат сотрудника Мостовика было закрыто после выплаты большей части долга. Доходы россиян продолжают падать. Таковы итоги опроса фонда «Общественное мнение». 29% жителей страны сообщают, что за последние месяцы кто-то в их семье стал меньше зарабатывать, лишился работы. 8% говорят, что лишились дополнительного заработка. На рост доходов в ближайший год рассчитывают только 16% опрошенных. 44% полагают, что положение дел не изменится, 17% что только ухудшится. Что касается расходов, 48% участников опроса полагают, что они вырастут, 26%, что не изменится, 8% надеются тратить меньше. Зарплата, естественно, увеличилась в этом году, но нормально. Не увеличили зарплату и не объяснили. Я работаю на себя, поэтому на меня как-то особо не сказалось. Ну, как бы на основе там, допустим, людей, которых я знаю, и друзей моих, то да, сказалось, конечно же. То есть ситуация как-то из-за меня становится немножечко. Трудная. Люди привыкли зарабатывать как-то, ну, другим немножечко способом, мне кажется. А сейчас немножечко меняется, как я вижу, тенденция, как будут, ну, приходить деньги людям. Конечно, уменьшилось, понизили зарплату, да, и намного уменьшилось. Примерно осталось на том же уровне, как и на прошлом, плюс-минус. У меня жена с декрета вышла просто на работу, и поэтому, нет, пока не ищем. То есть мы оба работаем, пока не нужна подработка. Большому сожалению, не уменьшилось, не увеличилось, осталось на том же уровне. Денег всегда мало, но, в принципе, всего хватает пока, спасибо. Я работаю в сфере производства строительных материалов, спрос уменьшилось довольно сильно. Пришлось зарплату сократить, рабочие дни сократить, и также зарплату в целом сократить. Давно не повышали зарплату, но доход увеличился все равно. Какие-то подработки есть. Есть одна подработка в моей сфере. Я работаю в Луквыле, во-первых, поэтому там у нас добавляют зарплату вкладу. Повышают, по-видимому, по, я так думаю, по каким-то своим результатам, избирательным, судя по ценам происходящей ситуации в стране. В Омске продолжается борьба с нелегальным алкоголем. Куйбышевский районный суд одобрил 13 заявлений регионального Роспотребнадзора о прекращении деятельности интернет-ресурсов, о дистанционной продаже алкоголя. Таким образом, под запрет попали 17 алкомаркетов. Как отметили в пресс-службе ведомства, еще три заявления по трем сайтам находятся на рассмотрении в суде. Отметим, что поводом для судебного обращения стал пункт 5-й постановление правительства России, запрещающее реализацию алкогольной продукции дистанционным способом. Национальное бюро кредитных историй подсчитало, как менялась просроченная задолженность в розничном кредитовании с начала этого года. Максимальный прирост зафиксирован в сегменте автокредитов на 1,5% пункта. Причем в Республике Алтай их доля выросла сразу на 5,7% пункта. Для сравнения, в Омской области рост просроченной задолженности по автокредитам составил только 1% пункт. В целом, почти 12% кредитов на покупку автомобиля в регионе возвращается не вовремя. По динамике плохих кредитов на покупку потребительских товаров Омская область занимает второе место. С начала года их доля увеличилась на 2% пункта до 26%. С опозданием выплачивается только 3,5% кредитов на покупку жилья. Дефицит федерального бюджета России растет на глазах. За первое полугодие он превысит 1,5 триллиона рублей, подсчитало федеральное казначейство. Об этом на своих страницах пишет московский комсомолец. Вместе с тем, Центральный банк утверждает, что рецессия в стране закончилась. Очевидно, что одно с другим не совмещается. Одни независимые экономисты советуют правительству и в дальнейшем рушить рубль, чтобы хоть как-то за счет падающей экспортной выручки сгладить дефицитное положение бюджета. Они полагают напечатать около 4 триллионов рублей. Курс деревянного тогда снизится до 75 рублей за доллар, и бюджет хотя бы на бумаге выплывет. Другие считают этот путь глупым, поскольку резервные фонды будут истощены, и бюджетники останутся без зарплаты. Эти аналитики думают, что надо пересмотреть бюджетные расходы и урезать его жирные куски, которые сейчас широко расходуются на военные и оборонные цели. На прошлой неделе Владимир Путин, встречаясь с президентом Сбербанка Германом Грифом, посоветовал россиянам брать ипотеку, не дожидаясь снижения ставок. Стоит ли сейчас покупать жилье в преддит? Таким вопросом задается ежедневная деловая газета РБК. Однако эксперты издания убеждены, что квартиру стоит покупать сейчас в том случае, если она покупается на собственные средства. Если же для этого требуется ипотека, стоит подождать снижение ставок. Ипотечные кредиты могут существенно подешеветь, но произойдет это как минимум через год. Если есть возможность подождать, то можно существенно сэкономить на переплате. А при оформлении ипотечного кредита нужно оценивать не ставку или цены на недвижимость, а собственное материальное положение. Как бы ни падала цена на жилье, оно все еще слишком дорого по сравнению с российскими зарплатами. И к таким серьезным кредитам всегда нужно подходить с осторожностью, напоминают эксперты. Доходы легальных перевозчиков в Омской области выросли вдвое, констатируют коммерческие вести. Вступление в силу федерального закона 220 повлияло на региональный рынок пассажирских перевозок практически сразу. Как рассказал министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктор Белов, регулярные совместные рейды позволили отсечь от рынка так называемых нелегальных перевозчиков, тех, кто не имеет карт маршрута, выданных организаторами перевозок. И уже заметен даже финансовый результат. Сейчас по договоренности с губернатором к нарушительным законам жесткие меры не применяются. Тем не менее, проверки проводятся, база накапливается, порядка 40 перевозчиков уже получили серьезные предупреждения. Кроме того, продолжается работа по контролю за перевозчиками с использованием региональной навигационной информационной системы. В ежедневном режиме отслеживается выполнение графиков и соблюдение схемы движения по маршрутам. В настоящее время система охватывает уже более 3000 автобусов.